МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Германия". Наши дни. Окрестности Мюнхена. Российский автомобиль Лада 4х4. Блокирующиеся вручную межколесные и межосевые дифференциалы, повышенная проходимость, полный привод и полное отсутствие электроники. И здесь же рядом новый Volkswagen Passat Alltrack. Электронная блокировка межколесного дифференциала, электронная имитация блокировки межосевого дифференциала, повышенная проходимость и полный привод. Как говорится, два мира, два полных привода. Речь, как вы, наверное, уже догадались, сегодня пойдет об оффроуде. С вами Александр Добин. Это программа «Наши тесты». Здравствуйте. Мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За неделю до открытия францфурского автосалона Volkswagen устроил динамическую презентацию нового Passat Alltrack, который, по мнению производителей, идеально подходит для длительных семейных путешествий и в первую очередь предназначен для езды по очень плохим дорогам, которые, кстати, в Германии встречаются крайне редко. Нижняя часть бампера, кроме того, что она защищает радиатор, выполнена из обычного некрашенного пластика. Расколол или поцарапал, снял, поставил новый и поехал дальше. Он крепится к днищу всего десятью болтами. Ну а вот эти вот вставки а-ля алюминий придают внешнему виду автомобиля некую внедорожную агрессию. Ну, кроме того, абсолютно практично. Ровно из тех же соображений практичности в массивной пластиковой накладке зашиты и огромные колесные дуги и расширенная защита порогов. Поэтому российские бордюры этой машине не очень страшны. Точно та же история и с задним бампером. Вот здесь внизу он тоже из некрашенного пластика. Остается добавить, что угол въезда Oldtrack составляет 13, а угол съезда 26 градусов. При клиренсе, внимание, 176 миллиметров. Это, кстати сказать, на 26 миллиметров больше, чем у обычного Passat. Вот, собственно говоря, про кузов и всё. Кроме того, что это универсал. Ну, это вы и без меня. Видите, всего 3% автомобилей в России продаются с такими кузовами, но это неважно. Добро пожаловать в салон, точнее, в багажник. Это тоже одна из достопримечательностей Oldtrack. Кстати, крышка багажника оснащена электроприводом. Чтобы не корячиться, заталкивая вещи в багажник, он оснащён вот такой вот передвижной на полозьях кулочкой. Кладёшь сюда чемодан, и она вместе с полкой плавно заезжает внутрь багажного пространства. Кстати сказать, здесь вполне комфортно может разместиться и человек. Кстати, отсюда же из багажника нажатием всего одной кнопки можно поставить и убрать фаркоп. 2200 килограмм масса прицепа, который может тянуть за собой Oldtrack. Все необходимые буксировочные функции электронные имеются в качестве дополнительных опций в автомобиле. Ещё одна приятная полезность – это так называемая собачья сетка. Ну, в данном случае, ею можно отгородиться от оператора, чтобы не покусал за испорченный дубль. Ну и осталось посидеть за самим собой на заднем сидении, чтобы показать вам, что представляет из себя задний диван. Вуаля! Футбольное поле отдыхает. Я не знаю, как будут чувствовать здесь мои более упитанные и более рослые коллеги, но человеку с ростом 179 сантиметров сзади очень удобно. Я могу даже вытянуть ноги. Поэтому производители не врут. Всё, что касается дальних путешествий с собакой, практически идеально. Ну вот, с функционалом вроде бы разобрались. Теперь нам остаётся самая приятная часть марлезанского балета – это покатушки на этом полноприводном внедорожном полтреке по безобразно идеальным дорогам Германии. Ну или бездорожью, если вдруг мы его здесь найдём. За что надо любить Германию, друзья мои? Не за то, что ими командует женщина, а за то, что они делают потрясающие машины и строят умопомрачительно ровные и быстрые дороги, на которые нет лимитирования разрешённой скорости. Другими словами, валишь сколько можешь. Навигационная система рисует значок, разрешено всё. И ты просто нажимаешь педаль газа до упора и держишь до тех пор, пока тебе не станет страшно. 160, 180, 200 километров в час. 3000 оборотов этой скорости, ну, по крайней мере, за рулём не чувствуется. Да, едем быстро, но не мупомрачительно. 220, 230. Уже тяжеловато машинке. Я думаю, что водителю просто будет страшно всё время двигаться с такой скоростью. Да, слава богу, в России негде это делать. А вот в Германии, пожалуйста, немецкая машина, немецкая дорога и совершенно русские ощущения. Конечно же, перед тем, как начать разгоняться, я включил спортивный режим, благо делается это здесь абсолютно несложно нажатием одной кнопки. Вот здесь у меня под рукой, здесь стоят электронные амортизаторы, магнеты Крайт. Надо сказать, что не все олдтреки настолько шустрые, потому что существует два бензиновых и целых три дизельных двигателя, которыми комплектуется этот автомобиль. В нашем случае это максимально мощный мотор в сочетании с семиступенчатой коробкой ДСГ. Нынешний тест-драйв проходит под девизом «out of office». Долой из офиса или вон из офиса, неважно. По мнению организаторов тест-драйва и по мнению производителей, этот девиз максимально точно отражает философию этого автомобиля. В их понимании потенциальный покупатель олдтрека – это некий офисный клерк, который, замучившись сидеть за компьютером, плюнул на все, встал из-за стола, спустился на стоянку, сел в олдтрек и в деревню к тетке в глушь в Саратов. И что же он видит в автомобиле? Он видит в автомобиле тот же офис, из которого он свалил буквально несколько часов назад. Убранство салона в «Фольксвагене» напоминает убранство рабочего кабинета среднестатистического офиса. Здесь все работает, здесь все удобно, здесь все очень качественно собрано. Здесь потрясающие отделочные материалы. Мягкий пластик, хорошая кожа, алюминиевые вставки. Мне кажется, что внедорожный автомобиль должен быть побрутальнее, что ли. Дайте человеку порулить, дайте человеку почувствовать себя водителем. Тем более, если вещи это об офисном клерке. Нифига подобного. Клерку ничего не остается, кроме того, как просто смотреть на дорогу. Система удержания, активная система удержания автомобиля в полосе, сама подруливает, если ты вдруг чуть влево или вправо начинаешь сбиваться. Вот это то, о чем я вам говорил. Вот мы встали в полосу, включилась эта дурацкая система. Я вообще ничего не трогаю. Дорога виляет, и машина едет сама. Ну, это мыслимо вообще. Вот интересно, сейчас повернется, и она говорит, а, она говорит, что возьмите, дружище, за руль. Ну, взял. Как мне почувствовать себя активным водителем, драйвером, если автомобиль все делает за тебя? В каких-то заброшенных деревнях с идеальным асфальтом и потрясающей разметкой Volkswagen Old Track везет меня по дороге сам. Стоит круиз-контроль. Причем круиз-контроль адаптивный. Ты можешь на скорости прицепиться за впереди идущие машины, отрегулировать расстояние от своего переднего до его заднего бампера и практически перелазить на заднее сидение и спать. Навигации тебе подсказывают, знаки машина читает. Ну, чтобы не быть голословным, ассистенты водителя, не влияющие на безопасность и скорость. Адаптивный круиз-контроль. Контроль дистанции спереди. Распознавание усталости водителя. Ограничение скорости, предупреждение. Система пассивной безопасности. Даже проекционный дисплей. С точки зрения водителя-эгоиста, которому просто лень. Ну, вот лень и все. Можно наслаждаться жизнью абсолютно спокойно, водрузив семью на заднее сидение, супругу посадив рядом. Если мы говорим о длительном путешествии, то в этом смысле машина, ну, наверное, действительно идеальна. На мой взгляд, экстремальная езда или там управление внедорожным автомобилем во внедорожных условиях подразумевает некое присутствие водителя. Здесь же сделано все, чтобы водитель минимально вмешивался вообще в управление автомобилем. Единственное, что можно попробовать попереключать шесть режимов настройки двигателя и подвески. Экологичный, комфортный, обычный, спортивный, в котором мы сейчас и едем. Индивидуальный ты можешь выставить настройки всего чего угодно вручную. Ну, и, собственно говоря, бездорожье. Переключаю на режим бездорожья, прислушиваемся к ощущениям. Не понимаю. Надо поездить там, где нет дороги. Немцы, миленькие. Ну, что-нибудь. Случилось чудо. Нашли проселочную дорогу. Ну, у нас, я вам так хочу сказать, у нас в центре Рязани такая же дорога, как здесь проселочная. Система помощи при спуске, система поднятия на гору. Все это запущено. Поехали. Вот. Ну, я хочу сказать, машинка себя довольно вольготно чувствует. Все работает. Можно, ну, ради чистоты эксперимента съехать с грунтовой дороги. Ну, это даже не газон, там растущая вдоль леса трава. Никакой разницы. Что ты едешь по асфальту, тебе комфортно. Что ты едешь там, где, ну, вот сыра земля, трава растет. Те же ощущения. Вот за это я люблю фольксвагеновскую подвеску. Она у них, как переходящее красное знамя, из машины в машину кочует. И год от года, ну, слава богу, инженерам есть чем заниматься, становится только лучше. Абсолютно диванные ощущения. На гору какую-нибудь заехать, но здесь нет горы. Хотя вот что-то подобное. Ага. Отлично. Ну, вот, собственно, и все. И в завершении маленькая ложка дегтя немного о грустном. В этом году, ну, по понятным причинам, в России этот автомобиль так и не появится. И второе. В Германии он стоит 38 550 евро. Вы можете пересчитать по текущему курсу, а какова будет российская цена, даже маркетологи фольксвагена пока сказать не берутся. Но в целом, поверьте мне, даже если вы не офисный клерк и не любите кузова универсал, машинка очень хорошая. И для семейных путешествий, и для бездорожья, и для города. Потому что, в первую очередь, вам придется ездить с работы домой и обратно. С вами был Александр Добин. Это были наши тесты и новый фольксваген Passat Old Track. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok